Как вырастить крупные сочные корнеплоды свеклы? 1. Солнечное место. Для выращивания свеклы очень важно подобрать хорошее место. Эта культура предпочитает солнечное расположение. Интенсивность окраски плодов, наравне с ростом и развитием растений, напрямую зависит от количества солнечного света. 2. Подготовка грядки. Грядку желательно готовить с осени. Если это не было сделано заблаговременно, тогда перед посевом необходимо внести полный комплекс удобрений, азот, фосфор, калий. Ни в коем случае при этом нельзя использовать свежий навоз, иначе плоды будут разветвляться. 3. Расстояние при посеве. При посеве свеклы важно учитывать особенности семени. Чаще всего встречается многоростковая свекла, семя которой дает в среднем 3 ростка. Однако в продаже можно найти и одноростковую. Посев семян одноростковой свеклы проводим на расстоянии 2 см, многоростковой – 34 см. 4. Сортовые особенности. Подбирая сорта для посева, обращайте внимание на срок созревания. Именно он определяет время хранения корнеплодов. Ранее свекла хранится около полугода, свекла среднего и позднего сроков созревания – на 12 месяцев дольше. 5. Своевременные подкормки. Чтобы свекла гармонично развивалась, важно не отклоняться от рекомендуемой схемы подкормок. Помним, что все корневые подкормки важно проводить по увлажненной почве. Первую подкормку проводим в среднем спустя 2 недели после появления всходов. Внесение в этот период азота в почву дает возможность растениям быстро нарастить хорошую вегетативную массу. В качестве удобрения лучше всего использовать аммиачную селитру из расчета 10 грамм препарата на 10 литров воды. Следующим этапом, спустя 2 недели, в почву вносим калий и фосфор, 20 грамм двойного суперфосфата и 20 грамм сульфата калия на 10 литров воды, чтобы поддержать нарастание листовой массы. Третью подкормку, калийная, проводим в среднем за месяц до момента сбора урожая, 20 грамм сульфата калия на 10 литров воды. Калий влияет на завязываемость и хороший рост корнеплодов, а также достаточное накопление в них сахаров. Следуя этим рекомендациям, вы получите богатый и здоровый урожай свеклы. А какие у вас секреты большого и качественного урожая свеклы? Поделитесь в комментариях. Благодарим за просмотр. Поддержите, подпишитесь на наш канал. Спасибо. Спасибо.